Мы, как говорится, с корабля на гору. Сейчас мы быстренько приехали, потому что она закрывается в 6 часов, сюда уже нельзя будет проехать, а сейчас уже полшестого. Здесь стоит шаттл, он нас отвезет на самую-самую верхушку, а я пока сниму вид отсюда. Мы проехали мимо трех оверлук, а может быть на обратном пути у нас будет время туда заехать. А сейчас, я надеюсь, что шаттл еще работает, и он нас отвезет на вершину. Это вид на озеро, по которому мы сейчас катались. Мы поднимаемся на шаттл и вверх. Ну вот, мы приехали сюда на шаттле. Здесь оборудовали вершинку. Здесь столы, места для пикников. Для барбекю, мангалы. Сейчас мы подойдем к самому краю. Посмотрим вид отсюда. Кстати, питьевая вода. Питьевая вода стоит. Так что, все условия. Эта гора называется Проспект Маунтейн. Вон внизу осталась наша парковка, где мы оставили нашу машину. И сейчас подойдем. Мы здесь одни на горе. Еще одна пара. Парень с девушкой. Все, больше никого. Встать в Нью-Йорк. Смотрите, как стоят столы. Можно на этих столах, за этими столами сидеть, пикник делать. А здесь была старая канатная дорога когда-то. Остались ее следы. Сейчас подойдем. А, вот тут чисто. Как люди поставили себе столик. Горы видны далеко-далеко. По-хоже, чем с Маунтейн. А на сколько? Ну, по-другому все равно. По-другому. Да, мы вчера карабкались на гору пешком. А сейчас мы просто сели на машину. Раз, и все. Вон. Вот за 25 центов можно посмотреть бинокль. Здесь дорога внизу. А вот здесь начиналась вот эта канатная дорога вниз. А этой дороги здесь еще не было. Чтобы построить эту дорогу заплатили 3 миллиона долларов на гору. Вот те колеса стоят. Сейчас мы немножко про нее узнаем. Про эту дорогу канатную. В таких колесах. Ой, порундучок. Чипманк. Привет, чипманк. День. День. Я чипманка нашла. Вот он сидит. Он уже насторожился. Вон, возле колеса. Видишь? Да. В 1875 году была построена дорога. И стоила она 110 тысяч долларов. И утюгманк. Каждые полчаса с края озера. А, с края Лейк Джордж Виллэч. С края этого села. На верхушку этой горы. И стоила она 50 центов за пассажира. За папу Виллэ. А потом она просто обанкротилась. Через 8 лет. А здесь еще был дом. На верхушке. А, 3 доллара за ночь. За ночь могли... На ночь... Находил Миллс. Хух. 3 доллара за ночь могли остановиться здесь люди. Это была гостиница. Включая еду. В 1870-х. В 1880-м же он сгорел. Его отстроили. Он сгорел опять. Отдей, отдей. И в 80-м, да. Он сгорел. Потому что сгорел лес. Его отстроили. И он опять сгорел. Представляете? Вот так. Это, кстати, с горными отелями не первая история уже такая. Вот теперь мы на самой верхушке. Здесь может показаться, что это обрыв. На самом деле это просто такой камень. Там дорога, по которой мы ехали. Вон озеро. Мы не работаем. И вон красивое озеро Лаик-Дюрич. Вон, внизу на озере. Да, там что-то проходит. Мы находимся сейчас в Адирандаке. Это огромный-огромный заповедник. Жора, ты не заглянишь. Национальный парк. И вот здесь вы можете видеть. Вон там озеро вверху. Все красивое. В самом-самом вверху. В горах. Я чуть-чуть приблизила. Внизу деревня. Лейк-Джордж. Горы. Комплексы разные. Отели с бассейнами. Вот мы забрались на верхушку. Еще одна верхушка. Так, вот этот оверлук, то есть смотровая площадка, называется Eagle Eye. Орлиный глаз. Чуть повыше поднимусь. Тут озеро хорошо видно, но не от начала. В принципе, недалеко от начала. Очень красиво, правда. Все, прыгаем в машину и едем на следующий оверлук. Итак, мы спустились чуть ниже на оверлук, который называется панорама Лейк-Джордж. Здесь уже озеро видно максимально от начала. И дальше, дальше не до конца, конечно, но большую часть озера захватывает эту панораму. И уже ближе видим город.